Вот так со старта они рвались 6 раз. И пусть меня простят те, для кого победа на брациклах с малым объемом двигателя 80 и 125 кубиков более ценна, нежели 250. Но в полном объеме эту гонку можно показать только с вертолета и минимум шестью камерами. В США такие гонки обслуживают 14 телевизионных групп. Так что нужно было и нам чем-то жертвовать. Тем более, что в жертву этому этапу, я имею ввиду потери из-за травм, монтогорцы принесли уже немало. Что я могу сделать, Илья Петрович, для того, чтобы поднять вам настроение? Ну, наверное, оставить меня в покое. И это было сказано человеком, с которым у меня великолепные отношения. Сказано после гонки, где магнитка на зубах вырвала бронзу. Где победили на сегодня, пожалуй, лучшие гонщики континента. Где в каждом заезде нам улыбалась фортуна. А затем наших хлопцев догоняли и съедали соперники. Впрочем, одного из них съесть было не так-то просто. Я шестикратный чемпион Союза. Неоднократный чемпион вооруженных сил. Был член сборной страны. Только читал в газетах и в журналах спортивных. Ну, видите, приятно, что хоть помнят, как говорится, старую гвардию приглашают. И мы еще можем бороться с молодежью. Приятно это. Выбил плечо, ключи сломал. То есть у меня был целый пучок болячек. Ну, сейчас чуть-чуть заросло, но еще немножко не в форме. У меня мотоцикл 93-го года выпуска, а сейчас 96-й. Ну, разница, то есть есть. Чуть-чуть помощнее, чуть-чуть, чуть-чуть, мотоцикл чуть-чуть там, там, там. И еще немножко сам. И в сумме слаживается третье место железное. Магнитогорский этап высшей лиги вызвал огромный интерес у публики. Специально к началу этих соревнований здесь были установлены зрительские трибуны, откуда видно было все. А среди болельщиков мы встретили сразу троих депутатов областной думы. Что навело на мысль, а не затевается ли на магнитке выездное заседание этого высшего регионального законодательного органа. Господа депутаты, поскольку вы представляете разные регионы области, ваши сердца должны разрываться на разные части, так? Ну, наверное. Дело в том, что здесь представители и Челябинска есть, и Магнитогорска. Вот Валентин Буравлев, депутат от Челябинска, Сподерев Владимир Григорьевич, от Троицка. Ну, вот Челябинцы, например, участвуют в этих соревнованиях. Я думаю, он, наверное, у него, наверное, сердце-то, конечно, ну, не разорвалось. Не разорвалось, все равно, наверное, в большей степени за Челябинск болеет, да, Валентин? Болею вместе за спорт, за хорошие результаты и за ту хорошую вот езду, которую мы здесь видим. Обидно, но, в принципе, в Троицке есть команды, которые готовы выступать, но нету пока сегодня возможности. И нет депутатской поддержки. Будет, будет. Каждый из нас, как избиратель, не может быть в стороне от выборов президента. Я думаю, даже здесь вот троих у нас своя точка зрения на эту проблему. Да, считаем, что шансы есть и у оппозиции, и у президента. Я могу, допустим, сейчас вот фуражку надеть на вашу голову, на которой написано конкретный выбор? Нет, нет, это не мой выбор. А кому вы говорите? Мой выбор Зюганова. В этой гонке участвовала обновленная магнитогорская команда. И взамен ушедших кроссменов на хондах, купленных металлургическим комбинатом, восседали звезды, чьи имена прежде упоминались в отчетах самых престижных коммерческих гонок, например, Кубка Кэмэла. Правда, звезды эти были, как сами слышали, недолеченные. И еще один сюрприз приготовили магнитогорцы. Трасса, которая была здесь подготовлена, соответствует по степени сложности лучшим трассам Европы и США. В команде магнитогорска, ну какой-то как рок, уже несколько спортсменов имели травмы. И вот, как говорится, могли бы принести команде очки, но то один упадет, то другой упадет, то одного дискулифицировали на первом этапе за нарушение. А в результате команда отваливается, к сожалению. А вот в Москве... Ну, уже на двух этапах была третий, на одном этапе четвертый. Я думаю, еще поправится дело. Сегодня городская оборонаризация для горожан сделала большой праздник. За счет заработанных денег Росту, это порядка 40 миллионов, обошелся этот чемпионат. Но я считаю, что самое главное, горожане довольны, они увидели красивый, интересный спорт. Молодые ребята, которые владеют техникой нормальной. Я думаю, что все-таки, если городские власти повернутся лицом, безусловно, наш флагман черной металлургии ММК повернется лицом, наша команда будет и дальше блистать на горизонтах мотоспорта России. В классе самых мощных мотоциклов был безусловный лидер. Это челябинец Андрей Ледовской. В мотоциклетном мире известен как Ледокол, что, кстати, засвидетельствовало им собственноручно на служебном автомобиле. Если вы думаете, что это слово производное от фамилии, то правы будете только наполовину. Ледоколом в данном случае называют того, кто всегда впереди, кто соперникам позволяет идти только в фарватере. Но на Магдагорском этапе нашлись и такие, кто пробивал себе дорогу сам. Тебе эта трасса более знакома, так? Ну почему? Аня, я думаю, и Ледовской также знала. В прошлом году кто выступал за команду Магдагорцев? Ну я выступал, да. Это было. А что, в Типаевске лучше? Ближе к дому. Судя по тому, как ты ехал сегодня в первом этапе, ты готов, по-моему, на 200%. Я настроен, будем так говорить. А настроен выиграть кубок Камела в Москве? Ну, я стремлюсь к победе. Андрей, я с одного гонщика спросил, какое у него ощущение, когда сзади него идет ледокол. Что он сказал? Наверное, ему приятно. Он давно к этому шел, чтобы иногда начинать меня обгонять. Мне тоже очень приятно, что у нас есть такие спортсмены, которые составляют мне конкуренцию. Ну чуть-чуть это не моя трасса. Ну так он лучше, наверное, едет здесь. А Морозов? Морозов, я скажу, слабее нас на данный момент, потому как отделилась Украина. И там ему не с кем гонять. И он два года буквально расслабился. Приехал сюда, он сам обалдел, что у нас намного сильнее спорт поставлен. Но я думаю, он тоже не подарок дальше разъедется. Уже щиплет потихоньку. Вы с ним планируете на кубке Камела встречаться в Москве? Да, я думаю, что все они приедут, потому как там будет приз автомобиль Хундай. Я думаю, все приедут. Будем готовиться. В первом этапе ты вообще красавец ушел, я думал, все. Потом смотрю, 11 ушел или 10? Да, упал там, полили чуть-чуть, меня развернуло. Потом трудно догонять, больше сил тратишь. Конечно, Евдокимов сэкономил силы в первом заезде. Второй заезд я почти догнал его. Заглох в одном месте. Ну, спортивная еще и удача тут чуть-чуть, наверное, ему помогла. Ну и готов, безусловно, он готов хорошо в этом году. Ты из этого количества участников знаешь трассы Нидерландов, Бельгии и так далее? Не очень мне трасса понравилась. Конечно, тем более еще когда проиграешь, она всегда не нравится любая. Выиграл бы, наверное, больше бы понравилась. Нет. Да, у нас Евдокимов, наверное, очень понравилась. Этот ливень явился достаточно серьезным предупреждением для организаторов гонки. Потому что уже к ее концу небо над городом Металлургов было темным от туч. И награждение победителей, как видите, проходило в темпе, без обязательного обливания шампанским. И итоговое интервью с Виктором Петровичем Коржовым также прошло под угрозой водного тайфуна. На родной трассе мы хотели большего. В общем-то, в гонке это все получалось. Но досадные падения наших гонщиков, конечно, все это свели. Наши надежды на нет, можно сказать. Сколько впереди еще этапов? Впереди основных два этапа, которые нужно будет откатать. Чаипаевский и Ульяновский. Ну и дальше Сызране уже супер. На медали надежда есть? На третье реально, за второе можно побороться. Продолжение следует...